Мистер Лалалошка, настоящее имя Роман Фильченков, прославился благодаря лейсплею по игре в Майнкрафт, является одним из самых просматриваемых деятелей русского ютуба и один из немногих на отечественной платформе, кто преодолел отметку в миллиард просмотров. Как же он достиг таких результатов? Об этом в нашем видео. Как менялся Лалалошка. Если вы знаете этого парня, ставьте лайк. Родился 17 апреля 1998 года в городе Барнаул, что в трех с половиной тысячах километрах от Москвы. У него есть старшая сестра Алена, а еще он является одним из лучших друзей Ивана Руцкого. И именно Роман помог Ване сделать уверенный старт на ютубе. Сегодня мы даже проведем параллель, с какой скоростью они оба развивались. Но давайте обо всем по порядку. Стартовала деятельность Романа на ютубе в 2012 году. С самого появления Майнкрафта на просторах интернета увлекся этой видеоигрой и уже через пару месяцев начал играть в нее на очень неплохом уровне. Именно ради него были созданы каналы Мистер Лалалошка в мае, а через 4 месяца второй аккаунт Лалалошка Юз. Многие отмечают, что основным фактором, который помог ему выделиться среди остальных летсплееров, стал хороший монтаж, качество звука и видео. Правда, вначале он скрывал свое лицо и ходил слух, что автор канала – девушка. Но на самом деле в Лалалошке просто был еще не проездан голос. Всем привет, с вами Лалалошка и сегодня мы будем рассматривать мод под названием Backlay Soldiers. Большую популярность Роману принесла его манера комментировать видео. Он даже упоминал, что выбрал имя из-за своего веселого и легкого характера. Если говорить о недругах, то их немного. Против канала Лалалошки была создана петиция с целью закрыть его канал. Для этого нужно было собрать 100 тысяч подписей, но за длительный период свои голоса оставили лишь пару тысяч человек. В день, когда Ивангай создал свой канал, 19 марта 2013 года, у Лалалошки было уже практически 200 тысяч подписчиков. И именно Роман Фельченков стал тем человеком, который протянул руку Ивана Рудскому в начале его пути на YouTube. В середине лета произошло важное событие. Он впервые показал зрителям лицо. А вот осень 13-го с уверенностью можно назвать самой насыщенной порой года в карьере ютубера. 14 сентября с его канала списались 750 тысяч подписчиков. Хотя, вероятно, это был баг Гугла, так как уже 18 сентября ему их вернули. 29 сентября Роман перешагнул отметку в миллион зрителей. В тот же день канал Ивангай отметил юбилей в скромные 40 тысяч. В октябре Лалалошка временно решил забросить YouTube канал и перейти на Twitch, что негативно сказалось на статистике. Между тем, хотели бы сказать спасибо, ребят, ведь благодаря вам семья ютубера стремительно растет с каждым днем. Вот мы уже и у рубежа в 400 тысяч. А если вы впервые на нашем канале, то подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные ролики о своих кумирах. Ссылка в описании. И возвращаясь к нашему сегодняшнему герою, 23 ноября 2013 года, одна из худших дат в истории канала. Аккаунт был удален из-за нарушения авторских прав. Двое суток понадобилось для разблокировки, но и этого хватило, чтобы потерять четверть сотни тысяч подписчиков. Также именно в это время хейтеры сорвали ему стрим. Они начали засорять комментарии множеством мата, стрим начал лагать и в итоге все это вызвало системную перегрузку и трансляция отключилась. Уже под конец лета 2014 года Роман снова прекращает полноценно работать над каналом. А когда число подписчиков насчитывало 2 миллиона пользователей, парень снова взялся за развитие профиля. Как раз в это время Лололошка начинает сотрудничать с Ивангаем. Именно тогда аккаунт Вани стал развиваться быстрее. Фильченков добавил его в раздел интересные каналы и назвал братом. За это Ивангая часто критиковали. Медруги поговаривают, что если бы ему не помог Лололошка, то он бы вообще не стал популярным. Весной 2015 на свой 17 день рождения, когда у Романа Фильченкова и Ивангая было уже почти одинаковое количество подписчиков, по 3 миллиона, они отмечали его в Японии. Кстати, сегодня о двух ютуберах столько говорим. Давайте же проверим, кого больше любят. Если вам нравится смотреть видео Лололошки, пишите под видео хэштег «Я за Лололошку». А если для вас Ваня всегда номер один, тогда для вас «Я за Гая». Я, кстати, не смог выбрать и написал сразу два. А теперь давайте вернемся к ролику и Японию, откуда ютуберы порадовали несколькими роликами, которые ближе познакомили зрителей с жизнью в этой стране. Например, вот этот мужчина подарил Роману торт, когда узнал, что у него день рождения. А вот с интернетом там дела обстоят не так уж и радужно. Сейчас-то мы увидим, какой быстрый интернет в Японии. Через пару месяцев, в июле, когда прошел первый фестиваль ВКонтакте, Роман уже уступал Ване по подпискам почти полмиллиона. Кстати, совсем скоро состоится второй ВК-фест, на котором будет огромное количество блогеров, и если у тебя не будет возможности туда приехать, но есть огромное желание следить за происходящими там событиями, просто подпишись на нашу группу ВКонтакте. В ней мы публикуем все самые горячие и свежие новости. Ссылка в описании. Сейчас Лололошка продолжает стабильно радовать зрителей своими работами. Он преодолел отметку в миллиард просмотров. Для достижения такого результата ему понадобилось выпустить более тысячи видеороликов, а вам понадобится всего лишь один комментарий под видео, чтобы прославиться. Если вы хотите попасть в наше видео, подпишитесь на канал, напишите крутой коммент с хэштегом Семья Ютубера, и вас увидят сотни тысяч зрителей. Ну, а я вам желаю удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok